Рождение ребенка Я много лет была в браке, не было детей. Много раз делала ЭКО. Раз 12, наверное, точно. Не получалось. Развелись, нашла другого человека. И вот они, пожалуйста, мы вместе 3 года, и у нас уже двое детей. Не зря все-таки говорят, что чудеса случаются. И происходят они именно здесь, в Одинцовском родильном доме. Первого ребенка Марина родила в 41 год. Но на этом не остановилось. Еще один подарок судьбы – малыш Иван. Как говорит мама, богатырь. И оба родились в час 55. Да. У меня два одинаковых, только месяца разные. Марина говорит, что решится и на третьего. Рожать будет, конечно, в Одинцовском роддоме. Отдельный дом входит в состав многопрофильной больницы, где работает много специалистов. Это и хирурги, и урологи, эндокринологи, терапевты. С помощью которых мы часто пользуемся, да, отдельные родильные дома могут не иметь такой возможности. В нашем родильном доме уже родилось 1350 детей. Из каких-то, скажем, вариантов родов, да, у нас, в принципе, и свободное поведение в родах, вертикальные роды, партнерские роды. Тоже по системе УМС было бы желание у партнеров вместе рожать. В роддоме рожают как по системе УМС, так и по контракту. Здесь имеются палаты с комплексом условий как для пребывания в период подготовки к беременности, так и во время самих родов. Из таких палат мамочек не нужно никуда перемещать. Они рожают прямо там. Предусмотрено даже джакузи. Каждый день по-разному. Бывает и 5 родов за сутки, бывает и до 20, 19, 20 родов за сутки. Предмет гордости роддома – лечебно-реабилитационная кровать «Сатурн-90». Таких по области всего две. Она помогает быстрее восстанавливаться недоношенным деткам, обладает эффектом расслабляющего массажа, улучшает кровоснабжение ребенка, нормализует его нервную систему. Второй эффект – стимулирующий. Это микро-микро-стимулирующие движения по типу микромассажа. Такие сеансы проводятся раз в день. Продолжительность она индивидуально подбирается под конкретного ребеночка в зависимости от его состояния, от его веса, от его диагноза. Продолжительность таких сеансов от получаса до часа и длительность 7-10 дней. В роддоме проходят Дни открытых дверей. Узнать подробнее о деятельности лечебного учреждения, получить консультацию можно каждый понедельник в 11 часов утра. А еще с 1 сентября здесь будут вручать подарки всем новоиспеченным мамочкам, что именно пока держатся в секрете. Влада Шишова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».